Помимо незаурядных способностей в боевых искусствах, старший сын Томаша Пётруковича, Михал, обладает еще и художественными талантами. Сейчас он учится в Варшавской Академии Изящных Искусств. Варшавская Академия Изящных Искусств – высшее художественное учебное заведение страны. Академия ведет отсчет своей истории с 1812 года, когда при Варшавском университете было открыто отделение искусств. Как самостоятельное учебное заведение начало действовать в 1844-м. Правда, в то время она называлась «Школа Изящных Искусств». Статус Академии школа приобрела в 1932-м. Я очень рад, что вы здесь. Так вы сможете показать, что мы не только бьем друг друга. Я начал заниматься живописью, когда мне было 7 лет, одновременно с занятиями боевыми искусствами. Для меня эти две вещи всегда были неразрывно связаны. Это две мои страсти, с которыми я живу все время. Что заставляет меня заниматься этими вещами, живописью и боевыми искусствами, так это единый принцип. Это постоянное стремление достичь совершенства. Что в изящных искусствах, что в боевых искусствах, цель одна и та же. Казалось бы, это абсолютно разные вещи, если смотреть на внешние их проявления. Удар и рисунок. Между ними нет ничего общего. Но умонастроение одинаковое. Потому что и там, и там мы стремимся к совершенству. К совершенству движения в карате. И к совершенству выражения настроения в живописи. Вот те работы, которые относятся к боевым искусствам. Они не просто иллюстрируют вадзе, технику. В них есть нечто большее. В них выражена идея движения. Они отличаются по стилю от других моих работ. Они сделаны быстро. Потому что такова природа движения. Движение само по себе очень быстрое. Технику нужно применять очень быстро. Поэтому, чтобы передать ощущение движения, выразить идею успешно выполненной техники, нельзя делать такие картины два дня. Их нужно делать быстро. Идея заключается в том, чтобы рисовать так же быстро, как применяешь технику. За одну минуту, за две. Я делаю 800 подобных работ в год. Это довольно много. Идея заключается в том, что не имеет значения, хорошо я себя чувствую или нет. Есть ли у меня настроение или нет. Я делаю их все равно. Потому что это то же самое до. Здесь действует тот же принцип пути. Ты просто делаешь это, и не имеет значения, идет дождь или светит солнце. Ты должен это сделать. Смысл в том, что это нужно делать всю жизнь. Томаш Петр Кович известен у себя на родине не только как высококлассный инструктор карате и батудо. Он также занимается изданием книг и фильмов о японских боевых искусствах. Он является автором нескольких книг, изданных в Польше на эту тему. За свою долгую карьеру в Будо он опубликовал большое количество статей и интервью в различных периодических изданиях. Популяризация японских боевых искусств в Польше, да и не только в Польше, стало делом всей его жизни. Я не требую какого-то особого признания. Наилучшей наградой для меня является то, что я кого-то учу. Есть ученики, которые это ценят. Есть ученики, которые не всегда могут это оценить. Это нормально. Но наибольшее удовольствие для меня – это обучение, превращение молодых людей в зрелых мужчин, которым помогает в жизни умение самообороны, мастерство в боевых искусствах. Субтитры создавал DimaTorzok